Амир Тимур является одним из величайших полководцев и правителей. В середине XIV века он правил Китаем и Тартарией, построил третью столицу Волжской Булгарии, разбил войска Великого Княжества Литовского и спас Москву от европейской оккупации. В этом видеоролике вы увидите темное пятно в истории Тамерлана. Настоящее имя Тимур – Ибн Тарагай Барлас. Что означает «Тимур – сын Тарагая из рода Барлас». В персидских летописах упоминается прозвище Тимур Лянг, то есть Тимур Хромой. Со временем Чингисхана титул Великого Хана могли носить только чингизиды. Поэтому Тимур носил титул Эмира, то есть Вождя. При этом в 1370 году он породнился с чингизидами, женившись на дочери Газан Хана, Сарай-Мульк-Хану. После этого Тамерлан получил приставку «Гуран», что означает «зять», позволяющая ему свободно жить и действовать на землях чингизидов. Официальная история сообщает, что империя Юань, династия чингизидов, была свергнута династией Мин в 1368 году. Тамерлан предпринял попытку восстановления моголского владычества, но во времена похода умер. Николас Витсин, основываясь историей, иезуитов сообщают иную информацию. Тартары или моголы тогда уже давно владели китайскими областями Лиатун и Пекин, откуда они были вытеснены китайцами в 1368 году. Осенью 1404 года император Тартарии Тамерлан начал военную экспансию против Китая и успешно покорил большую часть Китая. Тамерлан хорошо обращался с китайцами, которых он покорил, хваля их мужество, что принесло ему большой успех, ибо китайцы, любя благодетеля, стали в большом количестве его поклонниками и объявляли себя его сторонниками, в числе которых находились жители Пекина и окружающих областей, из которых, однако, большая часть уже 40 лет находилась под господством татар. Пехота, с помощью которой Тамерлан покорил большую часть Китая, состояла из сартов или чагатайцев, а конница – из могол и калмаков. Каталонский атлас «Карта мира», созданная в XIV веке, вершина каталонской школы средневековой картографии. Подготовлен в Пальма-де-Майорка около 1375 года евреем Авраамом Крескисом с сыном Игудой Крескисом по заказу арагонского короля Хуана I. Эта карта создана во времена Тамерлана. В этом карте территории Китая отмечены флагом Тамерлана. Это означает, что Тамерлан правит Китаем. Древняя российская библиофика. В 1664 году русский посланник Федор Исаакович Байков прибыл в Китай. Он пишет, в китайском царстве мусульмане верят в свою мусульманскую веру, но свой родной язык мало помнить. Рассказывают, что вошли в китайское царство с Тамерланом, а памятников ныне у них нигде нет, только воспоминания в домашних летописях. К сожалению, в этой истории сохранилось мало сведений, ввиду того, что библиотека Тамерлана была уничтожена русскими войсками. Тамерлан не собирался покорять Китай. Он собирал армию, чтобы вернуть утраченную власть, которой он потерял в 1368 году. Несмотря ни на что, по новой официальной истории последнего правителя династии Юань звали Тэмун. В старых книгах его называют Тамерлан из Самарканда. В китайском царстве мусульмане верят в свою мусульманскую веру, но свой родной язык мало помнить. Рассказывают, что вошли в китайское царство с Тамерланом, а памятников ныне у них нигде нет, только воспоминания в домашних летописях. Кто этот мусульманский народ, который забыл родной язык и живет в внутреннем Китае? Это народ Хуэй, то есть Дунгане. Дунган – термин, используемый на территории бывшего Советского Союза для обозначения группы мусульман Хуэйского происхождения. Тюркские народы в провинции Синьцян на северо-западе Китая также иногда называют мусульман Хуэй Дунганами. Однако, как в Китае, так и в бывших советских республиках, где они проживают, члены этой этнической группы называют себя Хуэй, потому что Дунгане являются потомками Хуэй, пришедших в Среднюю Азию. Происхождение Дунган до сих пор покрыто мраком неизвестности. Их язык является одним из диалектов китайского, а исповедуют они ислам суннитского толка – ханафитский масхаб. Мусульманская вера помогла этому народу выжить и не раствориться среди многочисленных китайцев. Этноним Дунгане имеет несколько версий происхождения. По одной из них термин является трансформированным тюркским словом «турган», что означает «оставшийся». Все факты, которые мы показали раньше, доказывают, что Дунгане – это тюрки из Средней Азии, которые вошли в китайское царство с Тамерланом и остались в Китае. Вторая версия – Дунгане – это потомки от смешанных браков арабов и персов с китаянками. Арабские и персидские купцы стали прибывать на территорию Китая, начиная с VIII по XIII век. Приверженцы этой версии пытаются объяснить, почему среди Дунган так явно выражена склонность к предпринимательству. Дунгане в большинстве своем являлись торговцами, банкирами и традиционно считались опытными бизнесменами. Данная версия доминирует среди самих Дунган. Дунган 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok